Я прошу тебя в энергиоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1960 года, воплощенную на Земле. Снимаются все маски, голограммы, фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, я даю команду, фантом становится рядом с биороботом, и если что-то рядом, если еще что-то находится чужеродное в ее биополе, копии голограммы, силам его намерения они выходят из биоробота, 1, 2, 3, становятся рядом. Молограммы это и... Отлично, оригинал где? За ней, руки-ноги связаны. Ой, кто-то сегодня отхватит по полной. Отлично, Вера. Значит, мы это все можем вместе забрать? Можем. Отлично. И защищаем их физически биоробот защитными потоками Абсолюта на время работы, и берем защитный скафандр, тонкую копию надежды, и поднимаем в комнате диагностики. Пошел, пойдем. Мы в комнате. Хорошо. Мы приветствуем Надежду, интересуемся, готова ли Надежда к диагностике, доверит ли она нам в своей биополе на период сеанса? У меня ощущение, что их две. Хорошо. И обе они не голограммы, и вот которая, ну, одна доверит, а другая не доверит. Хорошо. Выстанавливаем над каждой из этих тонких копий. Маячок зеленый-красный. Над оригиналом загорается зеленый. Копия загорается ярко-красным цветом. Один, два, три. Какого цвета? Очень странно, но красный, но тот, который связаны руки и ноги. Давай развяжем их. Хорошо. И я, Влад, разрежь веревки на руках. Один, два, три. Веревки отправляются сразу в клетку тюрьмы. Ну, вот она сейчас встала, и между ними как противостояние какое-то. Этими двумя копиями. Как плохая и хорошая, сказать, что ли. Одна надменная, а другая. Вера, а ты когда маячок поставила, я за цвет спросил, какой цвет был? Я же говорю, та, которая связанная, была красная. Хорошо. Та, которая надменная, была зеленая. Хорошо. Так, и даем команду фальшивая. Ну, я так понимаю, что они обе ее. Как мы будем сканировать? Здесь нет фальшивая, здесь есть раздвоение, их надо соединить как-то. А ты уверена, что это две ее копии? Ну, похоже на то. А если нет? Они должны одного цвета гореть. Если одна красная. И я даю команду, и фальшивая копия, силой моего намерения, уйдет в клетку тюрьмы. Один, два, три. Здесь нет фальшивая, здесь есть доминирующая. Доминирующая, такого понятия нет у нас. Теперь есть, значит, копия, которая надменная. Она доминирует над... То есть она как сама себя унижает, что ли. Какую-то свою часть подавляет. Хорошо. И на счет три соединяем две копии вместе. Один, два, три. Да, вот сейчас начинает интерферент появляться. Отлично. И я даю команду, и на счет три. Скэнер начинает сканировать надежду. На всех семи тонких телах. Находит все. Кишит. Ира, я могу продолжать? Да. И на счет три. Скэнер начинает сканировать все семь тонких тел надежды. Находит всех интерферентов на всех семи тонких телах. Моментально выстраиваются каналы. Все ответственные по каналам отправляются в клетку тюрьму. И становится ее заложником. Один, два, три. Скэнер начинает работать на всех частотах. Делаем апдейт. Один, два, три. Пошло обновление программы. Все новейшие изобретения автоматически. Скэнер обновляет. И находит всех интерферентов. Отправляет их в клетку. Давай я сразу начну. Что вижу там больше. Потом об этом. Поехали. Значит, у нее в клетке какой-то баран. С такими большими закругленными. Баран? Сейчас, да. Подожди. Рогами. И вот это типа она бьется. Вот она в стенке везде бьется. Вот у нее даже этого барана. Красный. Вот лоб и рога. Значит, но у нее ничего не получается. И его кто-то держит. То есть кто-то ее... Барана кто-то держит? Да. И я даю команду. И от барана выстраивается канал. К ответственному ответственному притягивается в эту клетку. И становится ее заложником. Силой его намерения. Да будет так. Притягивается в клетку. Кто у нас за барана ответственный? Парень и девушка. Очень хорошо. И замерли они в клетке. Хорошо. Так, парень и девушка. С ним будет отдельный разговор. Поехали дальше. Значит, у нас баран с этими каналами. Дальше. Второй канал. Тебе что-то мешает, Вера? Накидка у нее какая-то. И я снимаю эту накидку. И накидка отправляется в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Сил моего намерения. Да, будет так. Бес с накидкой. Моя бесяра сегодня отхватит. По полной. Бес. Считай цифры над головой. Семь. Семь. Бес. Седьмой. У меня инсектоиды в животе. Инсектоиды. Поехали дальше. Хорошо. Два. Два. Семейная. Два инсектоида. Понял. Дальше. Даракон с пластиной. Какой? Синий в синем теле. Синий. Одна, две головы. Одна. Цифры, пожалуйста. Считай. Пятьсот тридцать восемь. Пятьсот тридцать восемь. Хорошо. Все. Все в клетках? Нет. Еще есть дожди. Прячется последнее фиолетовое тело. Ой, я его сейчас накажу, эту мразь. Ой, я его сейчас накажу. И силой моего намерения я вытягиваю эту мразь, которая там прячется, и кидаю ее в клетку-тюрьму. Один, два, три. Арахноид. И удар арахноиду. Пятьдесят тысяч герц. Удар. Отбил лапу ты. Отлично. Я тебя сейчас сожгу здесь, паразит. Понял он, да. Все, обершаясь ко всем. Малейшая попытка мне помешать работать, заканчивается для вас фатально. И остается грудка пепла от вас в этой клетке. Сейчас вы обнаружены. Я работаю по разрешению надежды в ее биополе. Вы здесь все незаконны. Я буду задавать вам вопросы. Я буду проводить реверс сегодня. Все, кто будет мне врать, того я сжигаю. Все, кто будет мне мешать работать, тех я сжигаю. Всем понятно? Понятно. Подхожу к Бесу. Бес тебе лично понятно, что я сказал? Да, ему понятно. Хорошо, Бес. Когда ты зашел в это тело? Он два года назад зашел. Два года ты сидишь в этом теле. За что ты был ответственен? На какую реакцию ты зашел? Ну, он ее как зашторивал. То есть, красная накидка сверху его. Я не спрашиваю, что ты делал, как ты ее зашторил. Я спрашиваю, за какую боль ты был ответственен? Мысли он показывал. Какие мысли? Он сидел в ногах, у него качеля там. Какие-то тяжелые думы. Озабоченность. Поехали дальше. Так, подходим к инзиктоиду. Инзиктоиды, как вы долго сидели в этом биополе? Ну, 5-6 лет. 5-6. Вы синхронизированы с биополем? Да. Инкубатор у вас есть? Обязательно. Хорошо, значит, я дам команду после реверса выйти из клетки вам и забрать все, что вы оставили в биополе до последнего микрона. Вам понятно? Понятно. Хорошо. Так, Дракон, как долго ты сидел в этом теле? Почему ты вообще зашел? 15 лет он сидел. 15 лет? И что ты ей, как ты ее обманул? Какой ты ей контракт подсунул? Что ты ей обещал? Если я буду себя вытягивать по слову, то мне это неинтересно. Я сейчас закончу. Он показывает. Давай, показывай тогда. Он показывает, что он кружил над ней. Некоторое время. Она как потерянная какая-то была. Из-за него? Нет. Была на этот момент, когда он зашел. Ну, может, 15 лет назад у человека было какое-то горе или какие-то проблемы, и ты зашел на эту чистоту, да? Ну, вот она была потеряна пока, что он кружил, кружил сверху и вот сел в нее. Ты синхронизирован с ней? Да. Хорошо. Так, переходим к следующему. Арахноид, я тебя сегодня не уничтожил пока, только по одной простой причине, потому что я не уверен, что ты знаешь, куда ты попал. Все, кто находится в моей комнате диагностики, которые пытаются от меня еще прятаться, когда я это вижу, мне это начинает надоедать. Поэтому сегодня я тебя отбил одну лапу, но у тебя еще есть несколько. Ты готов кооперировать? Я тебя еще раз спрашиваю. Да, готов. Итак, когда ты зашел в это поле, покажи ситуацию, и как долго ты сидишь в ней? Он сидит три года, увидел дракона и зашел. Как они любят друг на друга валить. Хорошо. Так, арахноид, дракон, инзиктоид, бес. Подходим к этому барану с этим парнем и девушкой. Они вместе в одной клетке стоят или все каждый в своей? Они стоят все вместе, парень с рядом, девушка, и у них впереди вот этот баран, и от него как рычаг управления или типа веревки что-то. Что ты что? Ой, какой класс. Неужели на черных нарвались? Давай, поехали, да. Черные. Но они ощущения, что ничего не слышат. Хорошо. И если они сейчас подключены к кому-то, кто участвовал в этой программе, выстраивает от них каналы и притягивает всех ответственных по каналам в соседней клетке. Один, два, три. Силами его намерения. Да будет так. Если никто не притянется, это исполнительный заказчик. Ну, они знаешь как, они не смотрят на тебя даже, то есть это как голограмма, вот они боком стоят, они как вдвоем общаются, и они как дети. То есть, ну, возраст 20, что-то такое лет. Парень сперва появился, потом девушка притянулась. Хорошо. Снимаются все маски, голограммы, фантомы, притянулся в первозданном виде перед нами. Один, два, три. Ну, у нас появился демон. Отлично. Хорошо. И считай цифры над головой. Один, два, три. Двадцать два. Отлично. Удар. Сто тысяч герц демону. Один, два, три. Удар. Он говорит, тормозни. Слышь, клоун, я тебе сейчас так тормозну, тебе мало не покажется. Влад, отрежем один рог. Лазером. Один, два, три. Удар. Лазером срезаем один рог. Уменьшая демона в два раза. Один, два, три. Меньше будет работы. Он говорит, да ты что вообще? Да я тебя уничтожу сейчас, паразит. Достаю свой револьвер антидемонический. Один, два, три. Достаю антидемоническую пулю, вставляю в револьвер. Хватит, хватит. Понял, говорит. Ты что мне здесь устраиваешь за цирк, ты клоун? Ты что мне здесь решил голограммы ставить? Еще один удар, сто тысяч герц. Ругается он. Демон горит. Пока не остановит. Сейчас визжит. Стоп. Итак, паразит, я тебя еще раз спрашиваю. Ты собирался мне здесь театр устроить? Ты мне собирался здесь показывать голограммы? Или что ты здесь делал? Однороги. Ну он отряхивается сейчас, вот это горелое, что на нем горит. Че ты схавал уже? Отлично. И второй рог в лад отрежь ему. Я схавал. А ты сегодня закончится твое существование. Да ты вообще оборзел. Да все, хана тебе, все. И в моих руках появляется энергия царя Соломона. Один, два, три. Ты понял? Мразь безрогая. Остановись, говорит. Далеко зашел уже. Да ты об этом никому не расскажешь просто. На этом и закончится твое бренное существование. Мне тебя легче уничтожить, чем с тобой разговаривать. Не надо, что ты хочешь. Убираю себя. У меня входит энергия царя Соломона. Ты получил сейчас за это театр. Тебе это понятно? Да. Ты не понял, куда ты попал. Ты не понял, куда ушел демон Вильзевул. И кто его отправил. Ты этого не понял, да? Сейчас понял. Итак, рассказывай. Кто ты? Откуда ты? И зачем ты здесь? Есть ли у тебя контракт на то, чтобы находиться здесь? Я слушаю. Беспредельщик. Он говорит, что контракта нет. Пытаюсь заключить, но она к тебе пришла. Ты же знала, что она ко мне идет. Потому и сделал голограмму. Куда же я знала, что ты такой сильный? Слушай, демон, ну что ты сейчас рассказываешь? Ты что? Ты думаешь, я не знаю о том, что вы можете информацией обменяться со своими мирами. У нас демоны убегают за пять дней до того. Ты единственный, у тебя нет обновления информации или что? Да мы все, все наши имена уже известны у вас. Все. И когда я говорю, я приду, я прихожу и наказываю. А когда я вижу... Ну, это же не маленький. Хорошо, если ты не маленький. 22 герц. Ну и что? А ты помнишь, сколько Вильзеву был? И где он сейчас? Я сегодня сжег демон, скажу тебе честно. 37-герцового демона. Он влез в меня на два часа. Пожрать. Вот это монстр. Я хуже, чем монстр. Ты не представляешь. Лучше не зли меня. Ты себя даже в снах своих представить не можешь. Что будет, если ты меня разозлишь? Поэтому я тебе говорю, ты сегодня отвечаешь на мои вопросы. Кооперируешь со мной. Если ты мне будешь мешать работать, я тебя сожгу. Без разговоров. Сразу. Я тебе показал. Все. Никаких разговоров больше. Дальше поехали. Все. У нас демон, арахноид. У нас дракон. У нас инзиктоиды две штуки. А бес еще там, да? Угу. Хорошо. И этот баран с парнем, это оказался у нас демоняка. 23-герцовый. Ну, не знаю, получится ему стать 24-герцовым. Пока у него шансы очень маленькие. Поехали дальше. Итак, я объявляю программу. Вы паразиты, обнаружены сегодня. Вы все интерференты. Вы вошли в это биополе. Незаконно. Я здесь нахожусь законно. По просьбе, надежде. Для того, чтобы вывести вас. Объявляю вам сегодня программу. Сейчас будет происходить реверс энергии. Мы отдадим вам все черное. Заберем все светлое. После этого я дам команду каждому выйти из клетки. Вытащить все, что он оставил. После этого я проведу проверку. Двумя миллионами герц. Если кто-то что-то оставит, он сгорит прямо в клетке. Без предупреждения. Всем понятно? Да, кивает все. Все. И начинаем. Переходим к процедуре реверса энергии. Ох, как я не люблю, когда из меня клоуна делают. Ну, демон, ты реально сегодня попал. Я тебе серьезно говорю. Ты просто... Не знаю, как ты выкрутишься из этой ситуации. Ценную ты мне ничего, никакой информации дать не можешь. Для меня ты никакой ценности не представляешь. Посмотрим, сколько ты еще оставил, сколько гадостей сделал. И посмотрим, как мы разойдемся. И я даю команду тонкой копии надежды спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогену, низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. Сущности, каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произнести отчуждение всей чужеродной патогены, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к надежде, энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что она могла получить от них патогенов, возвращается к ним назад. Никто не блокирует, Вера? Нет, энергии идут. Усиливаем потоки в 50 раз. До последнего микрона надежды возвращает все назад. Грязь идет ко всем подсвеченным. Арахноидом желтизной, черное идет не к арахноидом, контектоидом идет желтизной, а черное – к арахноидом. Он сам черный, и лапы тонкие такие высокие. Да мы знаем этих боевых арахноидов. И не таких сжигали. В голове он у нее сидел. Ой, это ж ты мерзость. Иголками, лапами туда. Арахноид, я тебя точно сегодня сожгу. Я тебя реально сегодня сожгу. Ты больше всех здесь вреда принес. Он показывает дальше по клетке. Угу. Мы смотрим, кому какая энергия идет, и сколько идет. Мы видим, кто сколько сделал. Ты сидел в голове. Давай я к тебе в голову сейчас залезу, Арахноид. Помещусь я у тебя в голове или нет? Как ты думаешь? Нет, не поместишься. А вдруг? Давай попробуем. Давай попробуем. Ты же хотел к человеку подселиться, а я к тебе сейчас подселюсь. Залезу, встану в полный рост и посмотрю, что от тебя останется. И начну тебя обтыкать все твои тонкие тела. На самом деле у него много тонких тел, он показывает. Я все могу проткнуть. Поместиться ты туда можешь. Да. Я еще у меня лазер на руке есть. Я могу им прожечь, если мне места не будет хватать. И ты это прочувствуешь на всех родных телах. Но он сразу обнаружит. Да. Хорошо. Ты обнаружишь. Вот и мы обнаружили. Закончились. Хорошо. Устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Надежда забирает чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошли энергии божественные, чистые. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Надежда себе обратно. Она, хозяйка своих энергий, возвращает все свое, себе обратно. Рахноя, ты была ответственна за головную боль? Ну, он, он показывает лапами, как иголками протыкает. Вот, это называется мигрень. Надежда нам не писала о ней, но мы теперь установили причину. Хорошо. Так. Смотрим, наблюдаем. На реверс усилиться потоки в 50 раз. Все назад пошло. А к бесу что идет, Вера? Ну, вот я сейчас смотрю его, накидка вот эта. Она как раз демона заслоняла. Где накидка находится? Рядом в клетке. К ней энергия не идет, да? Нет. Отлично. Открывается портал в галактическое ядро. Накидка улетает в галактическое ядро. Закрывая печать и растворяя. Готово. Красная энергия от него шла, закончилась. Хорошо. Все закончили? Да, дали все. Так, бес выходит, сейчас достаешь все, что ты оставил. И становишься в клетку. Он с ног снял с коленей что-то. То, где он сидел, вот это вот место. Да. И со ступней что-то он снял. Готово. Хорошо. Выходит, два инзектоида достают в свой инкубатор, высасывают всю жидкость. Все до последнего микрона. В их интересах, чтобы я их ДНК не нашел. У него не сжива та жидкость. Кто из них был ответственен за подъем веса? Инзектоида? Им место нужно было. Но они не разрослись еще. Вот эта жидкость у него внизу живота, это как переработочное что-то от них там. Они все должны, все должны этот весь мусор вытащить. Если я что-то найду, они сгорят в клетке. Если они не хотят, они это все понимают. Чешуйки какие-то черные. Нормально, продукты отхода прямо на месте выкидывают. Обалдеть. Вывезли все. Что? Все вынесли. Хорошо. Так, у нас инзектоиды все сделали, выходит. Синий дракон достает все, что он оставил в биополе. Я наблюдаю. Сердце, шея, третий класс. Пластины достает. А где стояли пластины? Синим телем пластина, и все остальные тела были. Кошмар. Соединены. Причем они соединены где-то в области позвоночника, начиная от поясницы и выше. Все вынесу. Так, хорошо. Арахноид. Выходишь, достаешь все, что ты оставил. В биополе, в твоих интересах ничего не оставить. Мне лично хотелось бы, чтобы кто-то из вас что-то оставил, я бы это нашел. Тогда у меня будет повод сжечь его сразу. Без разговора. Посмотрим, как вы к этому относитесь. Арахноид, он как с головы паутину какую-то снимает. Жидкость высасывает свою всю, паутину доставает. Доставает все, что ты там оставил на своей чистоте. Если лампочка загорится над ответственным, это, считай, последнее, что ответственно услышал. После этого открывается портал в галактическое ядро под ним, и он уходит за обман. У него еще, знаешь, он снимает паутину, такая сплетена, как паутина, и она сверху, как накидка на ней. На голове и на плечах. Слышишь, ты, дракон, ты не офигел там вообще реально вот такую устанавливать у человека? Арахноид. Арахноид, ты не офигел вот такое выстраивать у человека за три года? Он забрал, побежал всю клетку. Я говорю, ты уничтожал человека. Но он все это под себя поджал и сидит. Так, у нас демон остался, да? Да. Вышел из клетки, достал все, что ты оставил, доложил. Он мне показывает вот эту килограмму, которую он сделал. Он ей, как управлял он ей. То есть, вот эта надменность, да, которая вот сразу у нас была. Да. А вот это, это он разделил. То есть, он забрал вот эти какие-то, ну, сказать, худшие качества человека. Он их, как сделал в одну, в одно место, собрал все и вот ставил их на первом месте. То есть, он положительное и отрицательное качество разделил и на первом месте у нее более отрицательные. То есть, она ходила и как об стенку из дебилости и сама не понимает, почему так происходит. Слушай, демон, я вот не пойму, ты без контракта не офигел вот такие дела делать, а? Сконцентрировал как-то вот он все вот эти... Пусть он мне ответит на вопрос. Негатив. Он не офигел разделять тонкие копии и разделять? Кто ты такой? Ты творец или кто? Может тебя в барана превратить, а? Ты там бараном прикрывался? Давай из тебя сделаем барана. Он говорит, что вашими чувствами так легко управлять. Ой, хорошо. Он все снял, Вера? Да, он... Отлично. Снял. Да, нашими чувствами так легко. Посмотри, как легко твоими чувствами управлять. И превращая демона в барана. Значит, три. Один, два, три. Баран. Как тебе так, а? А энергии царя Соломона тебе засунуть в рот? Что с тобой станется? На всех уровнях. Скажи мне сразу. Да ты офигел. Ты сам знаешь. А я знаю, что... Ты знаешь, что с тобой будет? Я это видел своими глазами, ты это не видел. Я тебе могу сказать, что останется. Остается рога и кожа. А в некоторых случаях ничего не остается. В зависимости от уровня. От тебя ничего не останется. Пепел. От 50-герцового он уйдет на тысячи лет в такое место, что он выйдет полностью из игры. И выше. И ты со мной хочешь воевать или что? Ты со мной хочешь воевать, демон, я тебя спрашиваю. Не хочу я с тобой воевать. Все, тогда слушай меня. И отвечай на мои вопросы, когда тебя спрашивают. Так, они все достали, да, Вера? Да. Хорошо. И проводим проверку, включая скэнер. На счет 3 на всех частотах интерферентов, присутствующих в клетке. Если хоть один микрон остался чужеродной энергии, то моментально загорается маячок в месте интерференции. И маячок загорается в лампочка красная над клеткой ответственности. Ну, 1, 2, 3. Скэнер начинает сканировать на всех частотах интерферентов. А мы проверим, демон. Все чисто. На этом уровне, как оно действует, как оно на твоем уровне действует. Отправлю тебя вот в таком виде, в котором ты сейчас стоишь, посмотрим, как оно действует. Ты сомневаешься, как оно действует? Я тебе докажу, что оно действует. Хорошо. Так, все, все. Что мы делали, Вера, извини меня? Скэнер прошел, да? Демонировали, тела, все чисто. Все чисто, да? Хорошо, отлично. Хорошо. Я подхожу сейчас к Надежде. Кладу руки на плечи. Мощнейшим ударом. 200 тысяч герц. Сжигай. Все каналы превращаются в пепел. 1, 2, 3. Удар. Готово. Отлично. Открывается портал в галактическое ядро. Весь мусор улетает, весь пепел в галактическое ядро. 1, 2, 3. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Хорошо. Так, мы все каналы отбили. Будем тогда некоторых из них отпускать. Хорошо. Инзиктоиды готовы уходить? Да, готовы. Инзиктоиды, я вам сразу говорю, не пытайтесь в это тело больше войти. Ко всем говорю, не пытайтесь. Войдете, через 5 минут встретитесь со мной опять. Всем понятно? Понятно. Все, открывается наверху портал против часовой стрелки. На частоте инзиктоидов 1, 2, 3. Они оба уходят на 1 частоту, забирают все, что с собой принесли. Забывая дорогу назад. Есть. Арахной, даже не думай в это тело больше возвратиться. Увидишь надежду, беги от нее. Понятно? Ну, он от тебя бежать будет. Понятно ему. Ну, если он прибежит к ней, он встретится со мной. Хочешь меня увидеть еще раз? Ну, он понял, да. Хорошо. Отлично. Чтобы я не входил в твое биополе и не садился тебе на голову. Открывается наверху портал против часовой стрелки 1, 2, 3. И арахной улетает на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй, забирай все, что с собой принес. Готово. Хорошо. Так, инзиктоиды ушли. Арахной ушел. Бес готов уходить? Да, готов. Открывается наверху портал. Внизу портал против часовой стрелки 1, 2, 3. Бес уходит на свою частоту. Забирает все, что с собой принес. Ушел. Так, синий дракон. Как он у нас выглядит? Сидит. Маленький или большой? Маленький. Возвращаем его размеры. Значит, 3, 1, 2, 3. У него рядом все вот эти, что он снял. Хорошо. И я даю команду. Значит, 3. Начинается рассинхронизация с энергией синего дракона. Надежда забирает все свои энергии. Синий дракон забирает все свои энергии. Значит, 3, 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация. Все назад. Все назад. Каждый забирает свое. Готово. Хорошо. Так. Дракон, ты понял сегодняшний урок? Да, понял. Ты больше никогда в это тело не зайдешь. Ищи себе новое место пребывания. Если я тебя обнаружу еще раз в этом теле, ты никуда уже больше не уйдешь. Все понятно? Все понятно. Им он забирает пластины? Нет, пластины он не забирает силам его намерения. Пластины выходят из клетки. 1, 2, 3. Зависает в центре комнаты. Под ней открывается портал в галактическое ядро. Все пластины улетают. Галактическое ядро. 1, 2, 3. Готово. Хорошо. И открывается портал наверху. На частоте синего дракона. 1, 2, 3. Он уходит на свою частоту. 1, 2, 3. Не закрывай, Вера. Смотрим. Он летел. Отлично. Закрывай, опечатай, растворяй. Есть. Так. Кто у нас еще остался? Баран? У нас остался демон. Какой же он демон? Вроде баран там стоит. Или он демон? Я не пойму. Демон. Демон. Ну что с тобой делать? Паразит. Что со всеми? Ну я со всеми делаю по-разному. Отпускать. Ну а почему я тебя должен отпускать? Я тебя могу отпустить. Я должен следовать закону. Я тебя могу по частям отпустить. Как ты считаешь? Давай я отпущу половину тебя, а потом еще раз половину. У меня есть лазерного. Я хотел его испытать. Как раз на такого, который мое время здесь тратил. Барана мне показывай, а? Итак, я слушаю тебя. Ты хотел мне что-то сказать? Нет, он не хочет ничего сказать. Он говорит, что что бы я ни сказал, все против меня ты используешь. У тебя есть что сказать? Ты можешь сказать, я никогда больше не приду в это тело. Никогда не приду к этому человеку больше. Да, сдалось оно мне. Не приду, конечно. Найду другого. Ну а что ты туда с самого начала не кооперировал, а? Что ты считаешь себя за самого такого от мороженого, или как, я не пойму. Я вообще не понял, что тебя разозлило. Меня разозлило твои голограммы. Меня разозлило то, когда ты был уже обнаружен, что ты мне здесь баранов показывал, каких-то мальчиков, девочек и так далее. Вот что меня разозлило. Что ты серьезно не воспринял, с кем ты имеешь дело. Вот что меня разозлило. Если бы ты сказал, все, меня обнаружили, виноват. В этом плане не знал, куда зашел. Я в тебе еще и лярву отдал. Но ты пошел в наглую. Ты хотел повесить. Это не наглость. А что это было? Шутка. Вот. Тогда считай, то, что я делаю, это тоже шутка. Как тебе такие шутки? Смешно? Нет. Ты должен оценивать своих противников, с кем ты имеешь дело. Вот за это ты был сегодня наказан, за твое хамство, за твое неуважение к противнику, понимаешь? Я уважаю тебя, хоть ты и демон. Ты стоишь там, ты делаешь свою работу. Но я умею, я видел демонов повыше тебя в три раза. Я с ними разговаривал. Они намного, намного развития тебя, у них нет этого хамства. Они пытаются договориться, поэтому ты никогда не будешь 24-м, понимаешь? Потому что тебе не хватает еще этих знаний. Вот за что ты получил сегодня. И я даю команду из силы моего намерения у демона, возвращаем его рога, один, два, три. И я даю возвращаем его рост. Отпускай меня. Лярва осталась еще на теле? Да, есть лярва. Не одна. Выйди и забери их. Я тебе разрешаю. У нее лярва на плече. Да. И у нее лярва через лицо, рот закрывает и наверх идет. Обалдеть. Откуда они взялись-то? Он забрал их. Хорошо. Готовы уходить? Да, готов. Хорошо. Внизу расскажешь. Играете вы по правилам, играю я по правилам. Вы становитесь беспредельщиками, я тоже могу им быть. Все понятно? Понятно. Да. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки. Один, два, три. Демон уходит на свою чистоту. Один, два, три. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Все ушли? Да. Включаем. Клетки пустые, ничего там не осталось? Включаем фиолетовые высоковибрационные лучи. Если что-то еще находится в клетках, остаточная энергия, все сжигается фиолетовыми лучами. Один, два, три. Пошли лучи. Все чужеродное. Только наша энергия остается. И надежды. Ну, вот этот баран, который был, и он, его нету больше, то есть демон, вот он как-то вышел как из этой голограммы, что-то. Хорошо, сейчас все чисто, да? Да. Поехали дальше. Так, мы все отключили, поехали по частотам. Миркаба пока делается. У нее энергии через все ее тела прошли. Как открылись, она открыта, то есть поступление всех энергий. Пробок нету в чакрах? Нет. Хорошо. Все открылось. Вот оно, я говорю, все открыто, к любым энергиям она. Отлично. Она готова. Все готово. Хорошо. Синхронизируется энергия, братцы, гармонизируется, усваивается наилучим образом. Один, два, три. И давай еще эмоционально поднимем состояние. И пусть тонкая копия надежды вспомнит самый счастливый момент жизни даст нам числовое значение. 800. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии надежды до значения 800 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия, братцы, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Есть. Мы закончили чистку надежды и у нас еще остались вопросы. Хорошо. И я делаю запрос в энергоинформационном, приглашая куратора или учителя 1960 года. Прошу прийти к нам, куратор или учителя надежды. Мужчина. Александр. Он ее учитель. Мы приветствуем Александра. Снимается все маски и голограммы. Один, два, три. Фантом. Представь первозданном виде. Хорошо. Александр, вы учитель. Приветствую вас. Приветствую, Надежда. Приветствуем вас, Александр. Мы, меня зовут Влад, это Вера. Мы проводили сегодня чистку вашей подопечной, убрали из нее всех интерферентов, которые были. Надежда выразила желание свое задать 10 вопросов своему куратору или учителю. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? На эти вопросы мы их даже не читали. Как она составила, так мы их прочитаем. Если вы посчитаете нужным ответить, ответьте, если... С удовольствием отвечу. Благодарю вас, уважаемый Александр. Переходим. Итак, первый вопрос. Задача моего воплощения. Конец вопроса. Задача твоего воплощения развиваться, созидать, переходить на другой уровень души. Неправильно выразился. Более высокий уровень, давайте добавим. С развитием твоей души на земле, твой высшая я передвигается дальше. Благодарю вас. То есть, ты должна получать опыт на земле. Отлично. Если вы закончили, второй вопрос. Какое имя моего куратора и какой сигнал, в кавычках, для установки контакта? она может с вами связаться? Я учитель ее. Пришел момент ей двигаться. Поэтому я здесь. Конечно, есть куратор. связь с ним она может установить сама. Это ее выбор. Дело в том, что она не знает имя своего куратора. Мы только знаем вас, Александр, вы учитель. Может связываться со мной, может связываться с куратором. Сигнал она сама должна установить. Тот, который ей будет понятен. И который для нее будет как упрощен легче. Понятно. Все понятно. Благодарю вас. Хорошо. И куратора она также может спросить сама. Если она желает связаться со мной, я буду рада. Хорошо. Надежда, если вы хотите связаться со своим учителем, тогда вызывайте Александра. Это ваш учитель. Благодарю вас, Александр. Третий вопрос. Ощущение вины перед сыном, что что-то не успело сделать, почему он шел в ислам? Здесь вопрос о другом человеке. Все-таки сын. Вот все на протяжении всего, я скажу, на протяжении всего, когда баран вышел и вот сперва голограмма как мужчины, да, вот шло какое-то, что она, сын, вот это вот как-то ее дергает за веревочки, что ли, то есть у него какое-то влияние на него, вот это эмоциональное состояние идет от сына, от детей, что ли, то есть вот дети ее сбивают с эмоционального состояния, если нормально, и вот шло, что это сын. Ну вот сейчас когда-то вопрос прочитал, все-таки ну вопрос такого плана, у нее есть ощущение вины перед сыном, что что-то она не успела сделать, почему он ушел в ислам, вот здесь чьего идет негативное влияние, от сына идет влияние, или от этого ощущения вины, я, честно говоря, не понимаю совсем вопрос, но вы должны знать. Здесь все понятно. Пожалуйста. Я объясню. У сына своя судьба, своя программа, и он ее выбрал как душа, он делает свои ошибки, он учится на них, и он идет туда, где ему приятнее, и где его душа чувствует себя комфортнее. Не все души одинаковы, и не все посланы друг другу, чтобы жить долго и счастливо. мы все учимся друг от друга. Здесь не должно быть чувства вины. Это его выбор. Он идет своим путем, это его выбор. своим путем. Абсолютно верно. То есть пусть идет, и никаких чувств не должно быть, потому что человек сам здесь, не потому, что вы его родили, надежда его родила, а именно потому, что у него самостоятельная душа. И у этой души есть свои кармические узлы, есть своя программа. Ей это его свободный выбор. Поправьте меня, Александр, если я не прав. Все правильно. Я хочу сказать не за вашего сына, а за душу надежды, за чувство вины. Да, пожалуйста. Вот здесь ты разрушаешь себя этим чувством. Я могу сказать только, что ты сделала все, что могла. То есть ей не стоит себе никакие упреки. упреки. Сделал сам свой выбор. Это надо уважать. Все абсолютно доступно и понятно. Александр, я очень вам признателен за такой развернутый ответ. Я перехожу к вашему согласию, к следующему вопросу, если вы закончили. Пожалуйста. Сколько кармических узлов я прошла, сколько осталось или получила? Сколько было узлов? Прошло четыре, остался один. Отлично. Пятый вопрос. он больше относится к твоему развитию. Это очень важные слова. Я это сказала, чтобы Надежда не ждала чего-то негативного. Понятно. Надежда, вам надо сейчас развиваться, у вас этот этап наступает сейчас, если я правильно Александра понял. Все, вот это больше никакой информации дополнительно нет. Великолепный ответ. Благодарю вас. Пятый вопрос. Как можно молиться или общаться с Богом, Создателем, без эгрегоров? Очень просто. Обращайтесь к Абсолюту напрямую, как к своему Отцу. Здесь надо еще сказать, добавить, возможно, что у каждого человека в душе живет частичка Абсолюта, и он имеет прямую связь с ним. Люди просто это не понимают, не до конца реализовывают, не считают им нужны посредники в этих делах. Если человек может через эгрегора прийти, пожалуйста, можно через эгрегора. Но никто не забирал у нас право напрямую общаться с Отцом, с Творцом, с Абсолютом. добавить. Пожалуйста, очень интересная тема. Как вы обращаетесь к своему физическому отцу? Вы не обращаетесь как рабы? Вы разговариваете в своей семье, иногда спорите, когда вы взрослеете, вы понимаете, что отец был прав, вы благодарите его, и вы говорите, что я сделаю все, чтобы ты мой гордился. Замечательные слова. Замечательные, Александр. Я благодарю вас за эти слова, именно благодарить. Вот это слово вы сейчас и назвали, потому что у нас люди понимают в молитве просить, но это неправильно. Отца надо благодарить за то, что он уже дал. Я искалил из того, что все мы люди, у всех у нас есть душа. Это неправильное мнение. Не все люди. Если говорить именно про христианский и Грегор, он несет то, что все рабы. Еще раз хочу сказать, что отец не просит нас быть рабами, роботами, ботами и много чего еще. Я хочу показать на примере души надежды вот это то, что чувствует молитва. Душа в молитве. Он не показывает состояние метанои называется. надежды надежды, она растаяла руки и внутри душа, наверное, ее тонкая копия с расставленными руками и сверху идет поток вот такой он как сказать как искрится. То есть он не яркий свет, а он такой искрящийся и можно даже сказать, что вот он живой, он как вот наэлектризованный что ли. Вот эти потоки от тонкой копии это абсолютно не соединяется. Это что-то общее такое получается, где душа наслаждается и где душа питается. вот это и есть молитва и разговор с отцом. То есть когда идет такая гармония и какое-то то есть не просьба, а именно радость и радость общения. Вот это он мне показывает. Я сказал в моем случае благодарность. Я перехожу туда к следующим вопросам, если вы согласны, если вы закончили. Я бы хотел добавить, что я в моем случае не спорил с тобой. Нет, нет, я не не можешь назвать это радость, благодарность, но то это и молитва, что ты отдаешь, то ты получаешь, надежде не хватает радости, она получила радость. Я ни в коем случае не дискутировал в этом отношении, я просто показываю различные аспекты того же самого, о чем вы говорите. То есть у одного идет с этой стороны, у другого может пойти так, у третьего идет так. У меня пошло так. Я делюсь опытом, с удовольствием с людьми, потому что многим помогает это, потому что уже кто-то на земле прошел этот путь. Только из-за этих побуждений я хотел просто ей помочь в дальнейшем. Я благодарю тебя за то, что ты мне помог развернуть этот ответ. Не часто нас вызывают на разговор. Согласен. Согласен. Благодарю, Александр. Следующий вопрос. Так, мы прошли как молиться общаться с Богом. Шестой вопрос. Визуализация желаемого действует как защита. Например, воронка, огненный меч, чтобы сбрасывать негативную энергию. Я не понимаю, честно говоря, где здесь вопрос. Еще раз прочитаю. Визуализация желаемого действует как защита. Например, воронка, огненный меч, чтобы сбрасывать негативную энергию. Я прошу прощения, как написано? Для начала негативную энергию не надо накапливать. Сбрасывать не надо будет. В нашем обществе мы, к сожалению, не подвержены материальным миром. Александр, вы знаете, очень трудно поддерживать это состояние умиротворенности, назовем его так. И поэтому мы просто подвержены скорее всего, правильно не пропускать или не впускать в себя вот эти вот моменты. Пусть она отскакивает от нее. Она находится на своей волне умиротворенности. У Надежды прекрасное намерение. Мы видели, она прочитала. Хорошая защита. Она прочитала очень хорошо манифест. Если вы говорите хорошая защита, значит она уже на правильном пути. Но ей нужно найти мир со своими эмоциями. У нее они буйные? Не в этом смысле. Я почему эту тему затронул, Александр? Дело в том, что мы общались с сотнями кураторов уже и учителями, и многие уже вопросы повторялись. Поэтому я исхожу из ответов других кураторов. Нам объясняли этот момент именно с этими чувствами эмоциональными. Важно не подниматься слишком высоко, не опускаться слишком низко, а держаться этой золотой середины. Где и радость присутствует, и небольшое разочарование, но нет этого горя и нет сумасшествия от радости. Я не это имела в виду по отношению... Ты все правильно говоришь, но по отношению к Надежде я хотела сказать, что у нее много придуманных, ложных эмоций. Такие, как вина, например. То есть человек сам себя... Которое она озвучила раньше. В голову убивает. Она запускает в себя этот негатив, а он ей не нужен. Все понял, все понятно, Надежда. Тут добавить нечего. Ваш учитель все же ответил на эти вопросы. Не допускайте этого и не переживайте из-за того, чего нет. И не делайте мысли-формы. Эти мысли-формы живут. Вы боитесь чего-то, вас притягивает. Вы притянете этот страх. На чем с этого? Это очень важно. Это для Надежды, говорю, она будет слушать это. Очень важно контролировать чистоту своих мыслей и помыслов. Хорошо. Я могу переходить туда к следующему вопросу? Да, я слушаю. Так, мой брак, в скобках Александр, и развод с ним были кармическими, или этот развод произошел в результате черной магии? Это был этап, который закончился. Была там магия или нет, скажем так? Нет, это карма. Карма, отлично. Все. Вопросов нет. Следующий вопрос. Восьмой вопрос. Будучи маленькой, я видела сон. Не единожды колодец без воды, черный и темно. Читаю дальше. Смотрю вверх на небо, яркие звезды. Сильная тревога, опасность. Ничего нет. Прыгаю, не получается. Еще, еще. Они, в кавычках, не знают, кто уже здесь, страшно, прыгаю вверх, уже потеряв надежды, взлетая вверх, просыпаясь. Что значит это сон? Это моя жизнь в миниатюре? Нет, это твои эмоции, которые ты придумаешь в миниатюре. И тебе нужно оставить там и подняться вверх. Какой замечательный совет. Надежда, будьте внизу, оставьте эти эмоции в колодце и возвращайтесь без них. Чисто, без этого груза. Великолепный ответ. Благодарю вас, Александр. Я думаю, мы еще не закончили. У нас еще два вопроса осталось. Последних и что значит дата моего рождения 15.07.60, в частности 15, считай числом дьявола. Какой смысл или отпечаток несет для меня? Ой, Господи. Это то, о чем я говорю. Много придуманных. Много придуманных. Мыслей. Все. И посаженных в голове. Так самое интересное, это не только придуманная, это придумана мысль. На этой мысли было построено здание. На этом здании было построено семь этажей. И практически человек уже просто уверен, там должно что-то быть. Вот же здание стоит. А как вы живете в материальном мире, на земле? Да. Давайте я скажу проще. Отвечу на этот вопрос проще. Пожалуйста. Не проще, а так, чтобы в надежде было понятно. Пятнадцать и вообще числа, которые кончаются на пятерку, связаны с материальным достатком. Вот об этом тебе и нужно думать, что это число несет тебе материальную ниточку и материальный поток, который ты можешь наполнять и управлять. очень интересная информация. Благодарю вас. Поэтому она и спрашивает, какой смысл или отпечаток это несет для меня. И вы ответили, если цифра эта присутствует, держись за эту ниточку, хватайся за нее и найдешь, наверное, то, что ищешь. Посиди себе в голову, что это материальный канал, который есть в твоем дне рождения. Почему-то ты связала его с числом пьявола. Да. Я просто показываю контраст. Да отлично вы показали, лучше не придумать. Честное слово. Вы показали именно так, как и должны, надо было правильно. Вы показали. У меня точно такое же. Я показала так, как Надежда поймет и увидит. Благодарю вас. И самый последний вопрос, Надежда. Десятый. Пожелания куратора, мои слабые и сильные места. Искренне благодарю. Это все мои вопросы. Думаю, что я уже ответила на этот вопрос. Вы на все уже ответили, Александр. Александр, можно еще один вопрос? Она не спросила, правда, но это наверняка будет ей интересно. На каком уровне высшее «я» находится сейчас? Надежды? Десять. Десятый уровень. Очень высокий уровень. Надежда, у вас все впереди. Отлично. И, Александр, у нас есть добрая традиция в этой комнате диагностики. Все кураторы, все учителя, которые к нам приходят, обязательно получают от нас подарок. Они могут выбрать любую мыслеформу, все, что им приятно, любой продукт, мы все время года, все, что вам приятно, мы это все можем для вас сделать. Вы можете это с собой забрать. Мы хотели сделать вам этот подарок, этот сюрприз. Будьте любезны, скажите, что бы вам хотелось. Самое время сказать «аленький цветочек». Ну давайте без «аленького цветочка», потому что его никто на земле не видел. И это у нас много значений имеет, поэтому, может быть, вы представите что-то другое, такое, чтобы мы об этом знали, потому что я не видел никогда «аленького цветочка», я не знаю, как он выглядит. Или упростите чуть-чуть задачу. Если вы хотите цветы, я вам люблю. Он мне показывает, какие-то что-то синее, синее, вот оно не может открыться, что-то камни какие-то синие. Давай посмотрим, подождем. Считай мыслеформу. Это берег моря или что это? Это берег моря, это звезд очень много. Отлично. Он хочет, не может это вот описать, поэтому он просит нас делать это. Хорошо. Это какая-то атмосфера вечера. Вечер. Видны звезды, весь млечный путь виден, солнце зашло, мы на берегу океана, горы, лес, все, что должно присутствовать на красивом берегу океана, присутствует. Один, два, три. Делаем мыслеформу. Теплое лето, ветер морской. Почувствовала. И эту мыслеформу появляется в твоих руках и передай ему, пожалуйста. Может, ее с собой забрать? Ну, она здесь уже, он как прошел через нее, то есть он ее чувствовал. Хорошо, отлично. И в твоих руках появляется еще корзинка с самыми вкусными ягодами на земле. Один, два, три. И передай, пожалуйста, от Надежды, от меня и от Веры, от тебя, Вера, эту корзинку с благодарностью Александру за то, что он пришел и помог ответить Надежде на ее вопросы. Мы очень рады всегда, когда учитель или куратор устанавливает связь со своим подопечным. И для нас это тоже такой маленький праздник. Это приятно. Вот. Мы хотим вам эти эмоции передать, подарить от всего сердца. Примите их, пожалуйста. Это все ваше. Я благодарю вас. И я благодарю вас, уважаемый Александр. За подарки. И я благодарю вас за то, что я здесь, за встречу с Надеждой. Мы надеемся, это не последнее, а только начало. Больших встреч, которые у вас еще будут с вашей подопечной. Я надеюсь на это. Мы тоже на это надеемся. Со своей стороны мы все, что можно, сделаем. И сделали уже для этого. Все. Дело осталось за вашей подопечной, Александр. Благодарю вас искренне. Желаю вам всего наилучшего. Примите нашу энергию благодарности. Было очень приятно с вами общаться. И простите, что я вас перебивал во время разговора, но просто с умным собеседником очень интересно общаться. Я благодарю тебя, что ты помог мне закончить мои ответы. Я знаю, у учителей-кураторов есть проблемы с некоторыми вопросами, а эти вопросы повторяются. Поэтому я со своей стороны хотел вам просто немножко облегчить, донести ту правильную мысль. Но у вас были такие интересные мысли, которые даже для меня были новинкой. И поэтому я вас от всего сердца благодарю за этот опыт общения с вами. Очень было приятно. Желаю вам всего наилучшего. Сейчас мы будем уже возвращать надежду в ее биоробот. Я хочу сказать еще надежде пару слов. Пожалуйста. Ты раздваиваешься на позитив и негатив. Сейчас ты гармонизирована. И я не уверена, что ты будешь такой всегда. Постарайся свой позитив вставить впереди. Пока ты научишься уменьшать свои негативные мысли, ненужные тебе, чтобы опять не раздвоиться на две копии. Замечательный совет. Ты всегда можешь связаться со мной. Очень хороший, очень добрый совет. Благодарю вас, Александр. Очень приятно. Не добавить нечего. Я благодарю вас. Прощаюсь. Прощаюсь. Всего доброго. Всего доброго. Рассинхронизируйся, Вера. Нашел. Хорошо. Благодарим. Все. Будем возвращать тогда тонкую копию надежды в систему биоробот душа. Ты готова? Да. И для усвоения энергии возвращаем. Тонкую копию надежды в систему биоробот душа. Заводим. Подключаем ее к каждой клеточке. Каждая из виленки мозга проходит полная синхронизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готово. Я отключаюсь от объекта и перемещаюсь в нашу комнату диагностики. Я здесь. Дêm сегодня. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok